Всем привет, с вами Дарья Миких и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня будет совсем не длинное видео, зато очень информативное. Во-первых, я сегодня расскажу о моем способе обработки края у вышивки на пластиковой конве, а еще вы узнаете, что же я делала последние 10 лет. Итак, в процессе массовой подготовки к Хэллоуину я столкнулась с вопросом обработки края у моих отшитых мотивов от Эмбо Студии. Тыковки получились суперские и вот только край мне не очень нравился. Я думаю многие знают, что в подобные наборы входит пластиковая конва радикально белого цвета и каким-то мотивам это вообще не мешает, а каким-то точно рушит всю атмосферу. Так было и с этими тыквами. Белая окантовка явно выбивалась и отвлекала внимание от самих персонажей. И вот тут-то мне на помощь пришел мой предыдущий опыт. Дело в том, что до того, как погрузиться за головой в вышивку, я 10 лет была увлеченным скрапером. Ну и видимо делала я свои проекты неплохо, потому что на каком-то этапе меня позвали в дизайн команды нескольких крупных производителей. И на мою удачу я даже состояла в творческих группах пары иллюстраторов. Смысл работы в таких командах в том, что иллюстратор предоставляет вам электронный штамп, который вы каким-то образом должны отобразить в готовой работе. Ну вот для иллюстрации мыслей пару примеров. Не переживайте, этот экскурс в историю неспроста и вы сейчас поймете, к чему это я. В общем, в какой-то момент мне пришла в голову идея вырезать этих героев и вставлять их в предлагаемые обстоятельства, так сказать. Но вот неровные края или тем более белая кромка сразу рушили целостность картины, не говоря уже об аккуратности работы. Поэтому после того, как я их вырезала, я обрабатывала края маркером. Таким образом, в некоторых работах эти штампы выглядели вообще как живые. В общем, память мышц подсказала попробовать этот способ и для вышивки. И вот первый вариант того, что у меня получилось. Сейчас я вам покажу, как я это сделала и какими материалами пользовалась. Ну а в конце я дам вам возможность сравнить тыкву с белыми краями и вот с такими затемненными. И вы сможете сами выбрать тот вариант, который подходит именно вам. Итак, первым делом нам надо, конечно же, отшить наш мотив полностью и вырезать. Лично я не режу по дырочкам. Я режу по, так скажем, пластиковым перешейкам. Таким образом, у вас в конце не будет шершавых краев. На самом деле, как по мне, это самый, скажем так, напряженный момент во всем процессе. Я все время переживаю, что отрежу чего-то лишнего. Но тут главное просто не отвлекаться и не спешить. И все будет хорошо. Итак, вот классический вариант оформления. Некоторые мастерицы на этом этапе еще обшивают края у игрушки, но, в общем-то, тоже белым цветом. Запомнили, да? Знакомая картина. А теперь я покажу вариант а-ля Дари Мягких. И для него нам понадобятся спиртовые маркеры. Особенностью спиртовых маркеров является то, что они абсолютно не смываются водой и ими можно красить не пористые материалы, такие как наша с вами пластиковая канва или даже стекло. Лично я использовала копики, просто потому, что когда-то я была в дизайн-команде и этого производителя. И у меня их приличная коллекция. Сейчас, после нескольких кризисов, эти маркеры стоят, ну, я не знаю, как крыло у самолетов. В среднем выходит 600 рублей за штуку. И это просто ошалеть как дорого, я считаю. Но для нашей затеи вам совершенно не надо тратить бешеные деньги на копики. Сейчас в Леонардо есть линейка простых спиртовых маркеров. Цена одного такого фломза 100 рублей. И они вполне справляются с поставленной задачей и, насколько я знаю, служат достаточно долго. Доказательства я решила показать вам, собственно, тот эксперимент, который провела сама. Я взяла отрезки пластиковой канвы и покрасила одну сторону японскими копиками, а другую китайскими маркерами из Леонардо. Ну и, как видите, разницы вообще нет. На этом этапе отмечу только что маркеры от фирмы Vista Artist, это те, что в Леонардо продаются, ну, может быть, чуть дольше сохнут. Но покрытие у них такое же насыщенное. Но вернемся к нашей тыкве. Я ее буду тонировать копиками просто потому, что у меня в наличии есть не только черный вариант, но и серый фломастер. Мне хотелось совместить эти два оттенка для пущего объема. Черным я буду обводить низ тыквы, там, где она, ну, как бы, соприкасается с землей, а серым создавать такую туманную обстановочку вокруг. У спиртовых маркеров есть еще одна особенность. Чем больше вы в одном месте красите, тем темнее становится ваш оттенок. Что же касается самого процесса, то я, конечно, стараюсь красить очень аккуратно, но не сильно боюсь задеть детали вышивки. Только лишь потому, что, ну, это же хэллоуиновская тыква. И она может быть сколько угодно темная и в пятнышку и так далее. Ну и второе. Даже если чернила попадут на нити, это просто создаст эффект тени в этом месте. Вот и все. Ну и еще. Важно не забыть прокрашивать торцы заготовки, боковушки. Ну, то есть вот пройдитесь маркером прямо по всему срезанному краю. Так ваша работа будет выглядеть аккуратнее и целостнее. Вообще, это, конечно, целая тема для экспериментов. Палитра у спиртовых маркеров большая и можно подбирать оттенки под конкретные сюжеты. Ну вот, например, у меня есть голубой маркер. Цвет очень ненавязчивый. И вот как здорово бы смотрелись вот эти снежинки в его оформлении. Или даже вот такая вот царевна-лягушка. Или вот зеленый маркер. Его отлично можно использовать для прокраски всякой травы, зелени, деревьев. Например, на вот этом сюжете с избушкой я бы точно красила низ готовой работы. А все остальное, кстати, скорее всего голубым. Ну, как имитацию неба. А вообще, серый маркер, он, конечно, универсальный. Если решитесь, я бы советовала покупать именно его. Он создает имитацию тени. Все предметы в наших трехмерном мире отбрасывают тень. И рисуя ее вокруг вышитых персонажей. Вы добавляете им тот самый живой объем. Ну и, как я и обещала, финальное сравнение. Показываю оба варианта в одном кадре. Лично мне затонированные подходят больше. И именно в таком оформлении эти красавцы будут радовать нас уже через пару недель. Ну, а вы обязательно делитесь в комментариях, какой вариант подходит именно вам. И если этот ролик для вас был полезен или интересен, я буду очень благодарна, если вы поставите ему лайк. Ну, а у меня на этом, пожалуй, все. Желаю вам море креатива. Всех обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok